Добрый день! Сегодня я хочу вас познакомить со способом контроля топлива и показать непосредственно, что это можно сделать. Монтаж оборудования для контроля расхода топлива. Это идет для грузового, пассажирского, строительной, сельскохозяйственной, либо тяжелой техники. Также может монтироваться для учета расхода топлива. Можно ввести это все благодаря GPS и GLONASS мониторингу транспорта. Сразу передавать непосредственно на сервер и там уже обрабатывать. Если вас интересует это и вы хотите проконсультироваться напрямую, вы можете написать или позвонить по тем контактам, что сейчас видите. И непосредственно о контроле. Контролировать можно как бензиновый двигатель, как дизельный двигатель. Для бензиновых двигателей в основном используется контроль расхода топлива по КАНЛОК с GPS и GLONASS мониторингом транспорта. То есть можно устанавливать как на грузовой, так на пассажирский, так и на строительную, сельскохозяйственную и тяжелую технику. Также можно устанавливать на легковую технику. Стоимость его оборудования вместе с установкой, монтажом и подключением 14500 составляет. Можно также следить, если у вас дизельная машина с помощью датчика топлива. Стоимость установки на грузовой, пассажирский, либо сельскохозяйственную технику стоит 15000 рублей. При учете, что у вас надо устанавливать на один бак непосредственно. Также при установке, если у вас два бака, то на каждый бак отдельно устанавливается датчик. Так как часто бывает, что два бака не соединены с друг другом. Они работают независимо. Тогда стоимость установки будет 22500 рублей. Устанавливается на любую также грузовую, пассажирский транспорт, сельскохозяйственную технику, тяжелую технику, строительную технику. Также мы можем установить датчики контроля топлива. Если это дизельное топливо на предприятии, в емкости, дизельные генераторы и другие вещи, которые требуются. Также, если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете связаться по тем контактам, которые видите сейчас на экране. Я надеюсь, немного просветил вас по поводу контроля расхода топлива. Если вам это интересно, то вы можете связаться с нами по контактам и мы вас проконсультируем. Благодарю вас за внимание. До свидания. Продолжение следует...